Сейчас вы можете написать всем, что вы живы, здоровы, все с вами хорошо, все селфи сделать тоже сейчас, и такая же возможность у вас будет в конце спектакля. Как только будут надеты наушники, участникам предстоит отключиться от повседневной реальности и следовать за голосом, звучащим в ушах. Сергей пришел сюда повторно, настолько сильными оказались впечатления от первого погружения. Сложно сказать, нельзя писать словами. Это те мысли, это то настроение, которое дает спектакль, променад, к которому хочется возвращаться, к которому хочется еще прочувствовать и побывать еще раз в этой атмосфере. Подними левую руку, закрой ей левую башню собора, а теперь подними правую руку, закрой ей правую башню. Забыть о себе сегодняшнем, посмотреть на окружающий мир глазами ребенка, как много лет назад, и увидеть его немного другим. В этом идея театрального променада. Авторы проекта предлагают пройти дорогой детства и вспомнить давно забытые мысли и чувства. Идея такова, что все мы в глубине души дети, и самые неподдельные эмоции у нас были в детстве, когда мы наступали на лужи, проведили какие-то бензины, бензин в лужах, нам казалось, это радуга. И эти эмоции мы хотим, чтобы люди снова ощутили, когда они пройдут эту полуторачасовую историю. А что это людям даст, на ваш взгляд? Они прослезятся и, может быть, позвонят маме. Режиссер из Москвы Юрий Квитковский в течение нескольких недель исследовал Красноярск, чтобы подобрать подходящий маршрут. Те ключевые точки, которые находят отклик у каждого участника. Воплощение проекта стало возможно благодаря грантовой поддержке компании «Русал». Очень бурно реагируют, конечно, на детский сад, потому что я думаю, что все взрослые люди уже забыли, каково это, и когда все заходят в ворота детского садика, это вызывает неподдельные эмоции. Не стесняйся, отломи кусочек этой картошки и попробуй. Как давно ты собирался на пустыре? Шесть лет? Семь? Раньше или позже? А помнишь, кто был с тобой? Идея про минат спектакля не нова. Она пришла из Европы и уже получила распространение в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В Красноярске это первый опыт такого арт-погружения. Всю траекторию движения организаторы держат в секрете. Мне интересно сам факт выривания из реальности помещения какой-то другой мира. То есть ты делаешь какие-то вещи, которые люди не привыкли видеть. Это было необычно. И необычно самому это делать, потому что не делал этого лет. Много дурачились, много позволяли себе. И даже центр Красноярска для себя как-то по-другому открыли. В каких-то местах вроде ходишь, а вот этих заколков не знаешь точно. Этим летом состоится еще несколько сеансов проекта «Г детство». Те, кто не успеет на него попасть, смогут поучаствовать в подобном эксперименте уже в следующем сезоне. Алина Мельчакова, Станислав Волков, Афонтова новости. Проект выходит при поддержке компании «Русал». Сделаем Красноярск комфортным и удобным для жизни вместе.